Мытье окон вручную далеко не самое увлекательное занятие. Чтобы не тратить на него много времени и сил, я крайне рекомендую обратить внимание на еще одну разновидность умных роботов. Как вы уже наверное догадались, речь идет о роботах-мойщиках окон. Пока что они не так популярны, как роботопылесосы, и тем не менее со своей основной задачей эти устройства справляются точно не хуже. В этом видео мы посмотрим на робота-мойщика RITMIX RWC 015. С его помощью можно мыть окна, зеркала, а также кафельную плитку. По большому счету эта модель подходит для практически любого типа гладких покрытий. Она способна отмывать не только вертикальные, но и горизонтальные поверхности. Итак, начнем обзор по традиции с комплекта поставки. В коробке с мойщиком пользователь найдет пульт управления, 10 сменных тряпочек из микрофибры, емкость для наполнения робота водой, блок питания с длинным 4-метровым кабелем, а также две сменные насадки для мытья и инструкцию на русском языке. Мойщик представляет из себя небольшое устройство весом менее 1 килограмма. Наверху у него находится рукоятка, разъем питания и панель светодиодных индикаторов. Снизу мы видим две круглые вращающиеся щетки со сменными насадками. При необходимости их можно снять буквально одним движением. Под щетками располагаются отверстия, через которые насосы всасывают воздух, чтобы робот мог зафиксироваться на окне. Одна из главных особенностей этой модели – встроенная система распыления жидкости. Смысл в том, что мойщик сам умеет смачивать стекло во время мытья. Для этого вам нужно просто наполнить его резервуар водой и нажать кнопку на пульте. Большинство аналогичных устройств так не умеют и пользователю приходится вручную распылять воду на щетке. В данном случае делать этого не нужно. Пользоваться мойщиком очень просто. Прикладываете его к окну и нажимаете на кнопку включения. За счет мощных насосов между роботом и стеклом создается вакуум и через некоторое время устройство довольно крепко прилипает к его поверхности. Затем необходимо еще раз нажать на кнопку включения. После чего робот приступит к работе. За счет компактных габаритов гаджет легко перемещается по поверхности стекла. Параллельно он разбрызгивает воду и сразу же вытирает ее мягкой салфеткой из микрофибры, не оставляя следов и разводов. Сам распылитель, к слову, может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Здесь все зависит от того, какую кнопку на пульте управления вы нажмете. Говоря о скорости уборки, нельзя не отметить, что она здесь достаточно высокая. На один квадратный метр поверхности у мойщика уходит примерно 4 минуты. При этом заправлять это устройство можно как обычной водой, так и специальным моющим средством. К качеству мытья вопросов нет. Вращающиеся щетки оттирают с поверхности все видимые загрязнения. И как результат мы видим действительно чистые стекла. Небольшие необработанные участки остаются только в углах. Но это общая проблема робота в подобном форм-факторе. К сожалению, круглые насадки просто физически не могут попасть в основание угла. Поэтому иногда немного грязи там все же остается. Управлять этим мойщиком можно с помощью пульта. Базовых режимов мытья у него всего три. Отличаются друг от друга они исключительно сценариями перемещения. Робот может ползать по окну либо слева направо, постепенно спускаясь вниз, либо справа налево. В третьем режиме базовым движением робота станет перемещение вверх-вниз. Разумеется, можно управлять устройством и вручную. Специально для этого на пульте предусмотрены четыре клавиши выбора направления. Питается мойщик всегда только от розетки. И хотя у него внутри есть собственный аккумулятор емкостью 500 мАч, он нужен исключительно для страховки. Например, на случай, если дома отключат электричество. В этой ситуации мойщик не отвалится от окна мгновенно. Он сможет проработать еще 15-20 минут автономно, пока вы его не выключите и не снимете. Для дополнительной страховки можно использовать комплектный трос с карабином. Так робот точно не упадет кому-нибудь на голову, если вы вдруг решите помыть окна с уличной стороны. Уровень шума у новинки от Rhythmix достаточно стандартный. Гудит устройство примерно так же, как самый обычный робот-пылесос. Заявленный уровень шума соответствует реальному и не превышает 72 дБ. Не могу сказать, что мойщик работает прям бесшумно, но и чрезмерно громким его назвать тоже не могу. Итак, в целом у компании Rhythmix получился крайне интересный мойщик. Устройство простое в освоении, неприхотливое и при этом достаточно эффективно умеет мыть. Его можно использовать как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях. Из интересных особенностей хотелось бы отметить встроенную систему распыления жидкости. Как правило недорогие мойщики такой фишкой практически никогда не оснащаются, и воду при работе с ними владельцам приходится распылять вручную. В данном случае устройство умеет делать это самостоятельно, и как мне кажется это тоже большой плюс. В общем ссылку на Rhythmix RwC05 15 я оставлю в описании. И также напоминаю, что купить такой робот по специальной цене вы сможете на распродаже в честь Черной пятницы, который будет проходить с 19 по 28 ноября в официальном магазине Rhythmix на Wildberries. Крайне рекомендую не пропустить это событие и заглянуть по ссылке, цена вас наверняка приятно удивит. Ну а мы на этом пожалуй закончим, напоминаю, что вы смотрели geekonsight.ru, до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok